Добрый день! Сегодня сделаю обзор небольшой на силиконовую форму мыша и заодно ее расформуем. Некоторые при отливке вручную, только что было залито, она еще сырая, сталкиваются с определенным рядом проблем, когда отливают небольшие фигурки и у этих фигурок есть тонкие элементы или части. При расформовке эти тонкие элементы отламываются. Почему они отламываются? Потому что отливку или обкатку силиконовых форм небольших моделей с тонкими элементами надо производить за два раза. Допустим, на вашу форму уходит 600 грамм гипса. То есть сначала вы должны замешать 200 грамм гипса, обкатать ее форму, а потом еще добавить 400 и пока гипс не застыл, второй раз обкатать форму. Для чего это делается? При наличии мелких элементов, таких как нос, он значительно невелик, уши, они тоненькие, ну относительно тонкие. В этих местах может скапливаться воздух и также лапы. То есть я видел у многих проблемы возникает с лапами. Там воздух попадает и он не дает пролиться телу будущей отливки. Когда мы заливаем постепенно, сначала 200 грамм, потом 400, материал не заполняет нашу форму полностью. То есть материал имеет возможность вытекать из-под внутренней углублений мелких частей нашей отливки. А если мы сразу зальем большой объем, то как бы мы ее не крутили, не вращали, в руках, подчеркиваю, в руках на станке этого не происходит. На станке вы залили сразу полный объем и забыли. По крайней мере с теми формами, в которых размер до 55 сантиметров. С мелкими формами там на станке нет проблем. А вот именно в руках, когда вращаете, как бы вы ни крутили, как бы вы ни старались, материал из углублений, из тонких мест не выходит. Поэтому есть такая проблема. Значит, расформовывается достаточно все легко. Вот появился у нас небольшой такой шелочек. Толщина шва. Вот оно. Вот ухо. Ухо полностью пролилось. Вот один пузырек у нас появился. Лапы пролились. Эти лапы пролились. Убираем облой. И вот все равно. Вот это вот, это не воздушные пузыри. Это сейчас покажу. То есть на самой модели, на самой модели, есть специально, вот камера сфокусируется. Вот такие вот вещи. Это как будто у него ухо покусано. То есть это боевой, якобы мышь, ну, бывалый. И с этой стороны тоже видно, да? Вот. Облой. Форму ложим обратно. жесткий кожух и форму соберем форма состоит из двух силиконовых вкладышей жестких кожухов 2 замков и и 2 нервных заготовок дсп в общем чтобы отливать вот такие вот вещи надо вам будет это гипс он даже все равно есть пузырек остался как бы я это гипс